Американские ученые доказали, что мужчины и женщины интеллектуально равны. Для этого они проанализировали результаты 6000 МРТ здоровых людей. Я бы не доверял этим американским ученым, ведь они недавно чуть не избрали президентом женщину. Совпадение? Не думаю. Ну что ж, попробуем разобраться в этой теме и проверить все исследования на личном опыте. Кто умнее, мужчина или женщина? Здесь неважно, мужчина или женщина. Все зависит от воспитания. Мужчина. Мужчина, конечно. А кто тупее? Женщина. Кто все-таки умнее, мужчина или женщина? Женщина. Это опыт жизни показывает. Я считаю, что женщины. Они мудрые, они больше переживают в жизни, выносят всякие тяготы. И те, и другие. Женщины, безусловно. Им подвластен язык тайных невидимых знаков человеческого поведения. Среди мужчин больше гениев, а среди женщин больше умных. В плане материального мира, наверное, мужчина. Духовного – это женщина. Судя по моей жене, она все-таки умнее меня. Не зря их называют хитрыми. Мужчины не смогут это привернуть. Например, обмануть, никто не узнает об этом. Ну, типа, допустим, пойти на свидание с другим, парню сказать, что там уроки учил. Почему нет? Определенно женщины. Определенно женщины. А если переформулировать вопрос, кто тупее, мужчины или женщины? Женщины тоже. Женщины, да, тупые. Кто умнее, мужчины или женщины? Женщины. А сколько будет 9 умножить на 3? Я поняла. Мужчины умнее. Сколько будет 9 умножить на 3? Ой. Сколько будет 9 умножить на 3? 21. 27. А 9 разделить на 3? 3. У меня с цифрами очень плохо. 9 разделить на 3? 3. 9 умножить на 0? 0. Да! 9 умножить на 0? 0. 9 разделить на 0? На 0 делить нельзя. 9 разделить на 0? 9. 9 разделить на 0? Бесконечность. Примерная продолжительность жизни бегемота? Таицы-лет. Он такой большой, ему надо много жить. Как живешь? Ну, 150, может. Много, 100 лет. Сколько лет живет бегемот? А я знаю, типа, они живут там лет по 25-28. 200. 300. 400. Ну, в общем, 500 округлимо. Сколько городов-миллионников в России? Вот этого я совершенно не знаю. Это может быть 1-2. 7. Наверное, городов 10. 2, наверное. 12, 15. Сколько городов-миллионников в России? Я знаю точно Москва, Питер, Волгоград. Предположим, 40. 1, наверное, или 2. И какие? Ну, Москва, Петербург. Видимо, за МКАД вы особо не выезжали, да? Великий Новгород. А, и Великий Новгород, правильно, 3 города. В каком веке была русско-конская война? Какая русско-конская? Такой войны, может быть, и не было, даже не знаю. Смотри, проблемы. За 17-м. А вы думаете? Ну, мне кажется, 17-м. В каком веке была русско-конская война? 18-й или 19-й? Русско-конская? Русско-конская, она до сих пор везде вокруг. Вы видите, вон, русско-конская ходит. Русско-конская, 18-й. Императрица какая правила в это время? Великая. Сколько раз Борис Пастернак становился главой ЦК КПСС? Один или два? Один. Пастернак? Не мог быть, что он был против коммунистической системы. Какие города изображены на купюрах? Давайте, 10 рублей. Красногорск. Хорошо, Красногорск. Москва на 100 рублей, по-моему, да? Кашира, 500 рублей. 500 рублей? 500 рублей. Кашира? Кашира, да, 500 рублей. 2 тысячи рублей у нас Бобруська. Ну, я просто, давайте, 2 тысячи рублей. Бобруська. И 5 тысяч рублей. Сан-Франциск. Хорошо, пускай будет. Ну нет, не Сан-Франциск. Вы меня дурите. За какой футбольный клуб выступает Лионель Месси? По-моему, Барселона. За Барселону. За какой футбольный клуб выступает Лионель Месси? В Испании? Нет. Я слышала эти имя. И кто это? Человек. Каким героям лучше защищать МИД в ДОТе? СФ. Пуджом. Пуч. Пуч. Каким героям лучше защищать МИД в ДОТе? Мир где? Я вообще не представляю, что так. Я не играла в ДОТ. Нет. Спросили, например, как лучше носить кофточку Луи Виттона, с какими туфельками. Вот это я бы поняла вам. С какими туфельками лучше носить кофточку Луи Виттон? С прадовскими. Что такое карбюратор? Система поиска топлива в автомобиле. Существенная часть двигателя автомобиля, которая обеспечит питанием. Часть двигателя внутреннего сгорания. Что такое карбюратор? Эта штука там. В машине прицепляется, и, в общем, она потом едет с помощью нее. В какой зоне? И за что отвечает? В багажнике. И за что отвечает, не скажу. Что такое карбюратор? Что-то очень непонятное. Квадратное такое. Что-то? Нежинское дело. Вы спросите про Порщ, я вам расскажу. Карбюратор. Это, наверное, типа дрели. Кто же все-таки умнее, мужчины или женщины? В первых двух раундах ничья. Но в третьем раунде мужики одержали сокрушительную победу. Шаг и мат американские ученые. Ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok